Около 30 машин прибыли для участия в акции, вернее около 30 экипажей. Экипажи, как правило, семейные. Участники акции взяли с собой родственников, детей, а некоторые и собак. Джеймс как будто только того и ждал, чтобы начать искать мусор самостоятельно. А вот маленького Ярослава на акцию привели родители Анастасия и Герман с определенной целью. Приучать ребенка к порядку, культуре, к отдыху на природе вообще. Надо культурно отдыхать. Самим не мусорить и за другими убирать. Таков главный посыл акции. Для внедорожного клуба «Барс» это первый совместный выезд. Директор клуба Александр Булгаков определяет маршрут. Две группы сейчас разделятся. Сейчас отсюда пойдет основная группа через горы, как положено, где они пойдут, обычные легковые автомобили. А вторая группа пойдет до Измайловки, через Байкерскую деревню, Большая поляна отбитка. Две группы разделятся, чтобы встретиться на чертовых воротах. Впрочем, уборка началась уже на месте встречи, на Мацесте. Перчатки и мешки для мусора и от администрации, и от самих участников акции, которую джиперы организовали совместно с Управлением молодежной политики. Здесь присутствуют активисты других молодежных клубов Центра развития молодежи. И мы сейчас отправимся в замечательное приключение, чтобы наш город стал чище, лучше, чтобы туристам было приятно отдохнуть в наших лесах. Сделать такие рейды чистоты занятием модным и привлекательным – одна из задач происходящего мероприятия. В клубе «Барс» надеются на рост числа сторонников. Они планируют возродить некогда популярные в Сочи гонки внедорожников. Кроме того, собираются устраивать и такие социальные акции. «Хотелось бы привлечь молодежь к нам, потому что у нас, как видите, люди достаточно разновозрастные. Хотелось бы больше молодежи. Мы решили сделать субботник, проехать по местам пикников, убраться. И хочется, конечно, всех жителей Сочи попросить о том, чтобы те места, где они отдыхают и любуются природой, оставляли, конечно же, после себя чистыми». Маршрут оказался непростым даже для внедорожников, но мусор участники акции находили даже в самых труднодоступных местах. За несколько часов они собрали полную грузовую газель отходов. Подобный рейс планируется повторить ближе к началу курортного сезона.